Футбол в Туле Футбольного клуба «Арсенал» Максим Царев Здравствуйте, Максим Юрьевич Здравствуйте Ну, начну, наверное, с самого главного сейчас для болельщиков В этой студии уже звучали обещания от других людей, что они выведут нашу команду в первый дивизион хотя бы Вот на ваш взгляд это реально? Что для этого нужно? Ну, вы знаете, во-первых, я хотел бы начать с того, что основной задачей, которая сейчас стоит перед руководством клуба И вообще перед клубом, это создать профессиональный футбольный клуб А создать... Но вы уже так называетесь, еще, оказывается, название раньше пришло Да, название пришло раньше, сейчас мы занимаемся, собственно говоря, созданием этого профессионального футбольного клуба Первые шаги уже сделаны, первые победы уже одержаны Ну, я вас с этим поздравляю Да, спасибо Но мы только в начале нашего пути И говорить о том, что нужно сейчас именно бежать и в первую лигу, чтобы оттуда там через год вылететь Это не наш путь И основной задачей мы все-таки видим создание настоящего клуба профессионального с хорошей базой И вот тогда уже нужно будет идти и громить так же всех наших соперников, как сейчас мы делаем во второй лиге Ну, хорошо, вот что мы видели, ну, даже не болельщики Что мы видели, вот начали создавать профессиональную команду Начали приглашать звезд, вот о звездах Вот Ковтун, Парфенов, Титов Да, Ковтун, зачем они приходили, если они уже ушли? Вы знаете, они выполнили свою основную задачу Они вернули болельщикам веру в команду Они вернули болельщика на трибун И сейчас мы уже, скажем так, новой командой, своей игрой будем завоевывать дальше их доверие Но первый шаг был сделан именно ими То есть, когда установили рекорд по посещаемости в третьем дивизионе Большое количество людей ходило на них Это был настоящий праздник футбола, который мы сейчас дальше развиваем уже на профессиональном уровне Хорошо, то есть вы себе даете отчет, что звезды нам нужны, большого желательного уровня Вот какие звезды у нас сейчас есть? Ну, вы знаете, на мой взгляд, что у нас сейчас команда звезда То есть, сказать о том, что выделить кого-то, ну, за исключением, пожалуй, тренерского штаба Который по-настоящему звездный, да Я бы не стал, потому что у нас, прежде всего, команда звезда И уже вот сейчас ходит такое выражение среди болельщиков, начинает ходить, как по аналогии со сборной СССР Красная машина, красно-желтая машина Вот, мы... Ну, уже это серьезный прогресс, наверное, да Вот, и в августе мы одержали победу во всех матчах Сейчас одержали ключевую победу над одним из главных конкурентов И старым, давним нашим соперником ФК Калуга Так что, я считаю, что мы на правильном пути Ну, тем не менее, вот понятно, что сейчас вы не выделили никакой звезды Я хотела, чтобы вы сказали, на кого вы делаете ставку Тем не менее, смотрите, вы сказали, звезды нужны Вот сейчас, в принципе, уже, понятно, трансферное окно у нас закрыто Сейчас вы уже не будете покупать никаких звезд Но оно откроется Вот в вашем бюджете выделена какая-то сумма для того, чтобы пригласить какую-то еще звезду Чтобы к вам еще больше людей пришло Вы знаете, у нас есть задача, скажем так, максимально оптимизировать наш бюджет Если мы свои собственные деятельности для того, чтобы мы для этого и поставлены Привлечем дополнительное финансирование сверх того, что нам как бы заявлено То я думаю, что если тренерскому штабу потребуется усиление, мы этот вопрос, безусловно, рассмотрим То есть, серьезных тренеров вы хотите? Игроков, да, конечно Тренера у нас одни из лучших не только в России, но и в мире, на мой взгляд А вот игроков, опять же, если это потребуется, мы, безусловно, будем просматривать и держать руку на пульсе То есть, вы так и не ответили То есть, получается, сейчас ничего на это вы пока не закладываете? Думаете, может быть, и не понадобится? Безусловно, но задачи выполняются, да, те, которые были поставлены Ну, от добра добра не ищут, на мой взгляд Ну, хорошо, в принципе, про финансирование Ну, в этой же студии тоже мы не раз говорили То есть, искали спонсора, называли спонсора, ушел спонсор Вот сейчас вообще вопрос финансирования решен? На данный момент команда работает в штатном режиме И никаких проблем с финансированием не испытывает Решен? Абсолютно Хорошо, есть такие команды, мы узнаем, что по России Которые финансируют бюджет Вот, по-вашему, нужно бюджетное финансирование или нет? Я предлагаю на этот вопрос чуть-чуть попозже ответить Сначала мы посмотрим, у нас люди отвечали на вопрос Нужен ли городу футбольный клуб? Может, они сейчас скажут, что вам требуется вот Выдавать деньги на каждом углу Посмотрим Если будет хорошо играть, то нужен? В принципе, нужен А зачем? Чтобы было за что хоть соревноваться, за что-то переживать Наверное, для занятий молодежью спортом, чтобы по дворам не шатались Нужен, конечно, надо поднимать, улучшать все И вообще, спорт – это жизнь Я не любитель футбола, не поклонница, но думаю, что нужен А как же, конечно же, завтра играть Второе место уже занимает, ну, второе место, молодцы Оленчев, о, Оленчев, мужик вот такой Я считаю, нужен спорт, должен развиваться Обязательно, безусловно, нужен У меня внук очень любит футбол И мы рады, у нас стадион там сделали, тоже возле дома Было превосходно Ну, как прокомментируете? Ну, я только могу сказать очередной раз, что Вы себе так представляли своих болельщиков? У меня вопрос Ну, наших болельщиков много И я хотел бы искренне поблагодарить их за поддержку команды Которая сейчас у нас, между прочим, одна из самых лучших посещаемостей вообще по России И мы даже некоторых, некоторые команды премьер лиги обгоняем по посещаемости Кстати, вот к вопросу о болельщиках и фанатах Вот сейчас мы видели в сюжете Ну, о хороших, наверное, болельщиках У нас сегодня очень большая зрительская активность В Твиттер нам можно писать вопросы И у нас много вопросов пришло Кое-что я хотела бы у вас спросить из этого Люди просят спросить, царев доволен поддержкой фанатов? Абсолютно Ну, за исключением тех форс-мажорных обстоятельств, которые уже не раз муссировались в прессе Борьбой с которыми мы сейчас занимаемся Я благодарен им за поддержку команды Вот последний выезд Даже в свете того, что мы сейчас видели в новостях сюжет Ну, вы знаете, не стоит всех болельщиков под одну гребенку сгонять То есть большинство людей, болельщиков, это адекватные, нормальные люди И именно они... Ну, хорошо, на самом деле я не требую такого То есть да, здесь все равно вы их любите Хорошо Дальше вопрос все-таки Давайте отреагируем на людей, которые вам задавали вопросы Будут ли еще организованы поездки болельщиков на выезды команды? Я так понимаю, это тоже связано с вашим отчетом Да, это вопрос для нас первоочередной И мы готовим массовый выезд к нашему главному конкуренту в октябре Факел Воронеж Когда состоится открытая тренировка для всех желающих? Планируем на следующей неделе у нас будет посвободнее у тренеров Так как на этой неделе две игры Вот мы сыграли в среду с Калугой Завтра мы играем с Рязанью И нет возможности на этой неделе, скажем так, в спокойной атмосфере провести эту открытую тренировку На следующей неделе будет поспокойнее, мы ее проведем Вопросы не кончились, но у нас с вами кончилось время Я обещаю, обязательно передам вопросы лично К сожалению, я вам желаю, конечно же, удачи И вы говорите, к сожалению, время нашей программы подошло к концу Всего доброго Спасибо Спасибо